МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для гусей. Эту колонку в Тагае-Маинском районе Ульяновской области ровно в том же виде мы снимали год назад. Сколько за это время утекло воды? И возможно ли в 21 веке так расходовать природные ресурсы? Колонка так и течет до сих пор. На улице Интернатская нет воды, нет воды. В переулке Интернатском нет воды и в том конце Тагае. Власти раньше сетывали на то, что у них не хватает денег на ремонт водопровода. Теперь они говорят, что здесь проходят газовые сети и у них нет разрешения копать в этом месте. Перебои с водой – проблема многих лет. Коммунальщики словно бы забыли о том, что люди должны умываться, поливать огород, пить чай. Вода зачастую бывает только ночью. Вот сегодня утро наступило, второе утро без воды. Ни попить, ни умыться, ничего. На улице у нас находятся инвалиды, пожилые люди, дети. Надо сварить, надо умыться. Мы бы, может быть, промолчали, если бы, например, была зима, спокойно к этому отнеслись. Или бы сгорел насос. Насосы не погорели. Осталось две улицы без воды. Кстати, вот на соседней улице, там уже, наверное, второй год льется вода. Никому ничего не надо. Теперь за водой нужно идти с полкилометра, где есть действующая колонка. Люди везут воду на тележках, велосипедах, мотоблоках. У жителей есть много вопросов к коммунальщикам. Здесь, на нашей улице, нет ни одной колонки, ни одного гидранта. Вот в случае возникнет пожар, даже, так сказать, негде взять воды. Я считаю, что это, наверное, неправильно. По какой причине это все убрали, не знаю. Год назад местные власти уверяли нас, что колонками никто не пользуется, поэтому их глушат и закапывают. Местные говорят, что когда колонки глушат, мнение жителей никто не спрашивает. Колонки или сломаны, или убраны вообще. Вот даже буквально перейти на соседнюю улицу, и возле колонки стоит огромное болото, и говорят, что там рядом проходит газовая труба, и ремонтировать нельзя. Тем не менее, жители этих улиц исправно платят за воду. Рассказывают, что после того, как воды нет, из крана достаточно долго выходит воздух, а счетчик в это время быстро-быстро вертится. С октября 2019 года тагайские водяные сети стали принадлежать областному водоканалу. Туда мы и отправились за ответами на вопросы жителей. Процесс получения разрешения на земляные работы, в том числе согласование его с газовыми службами и всеми прочими другими необходимыми, занимает от трех до пяти дней, в зависимости от сложности проведения работы. Поэтому я не вижу больших проблем, чтобы получить разрешение на земляные работы. То есть местное водяное начальство лукавило. Причем на протяжении многих лет. Сети в отвратительном состоянии восемь месяцев назад передали областной структуре. За это время состояние их изучено, и приведение их в порядок не за горами. Устранение этого порыва обязательно произойдет после монтажа водонапорной башни. Администрация сейчас на данный момент провела процедуру торгов. По определению подрядчика установки водонапорной башни договор заключен. По словам местной администрации, начаты работы по монтажу фундамента. Однако саму башню в село еще не доставили. Помешала пандемия. Сергей Федоскин держит это дело на контроле, и в Тагае его заверили, что в течение трех недель башня будет доставлена и установлена. Водоснабжение села станет лучше. Через три дня после установки будут заделаны все порывы. Кстати, о колонках и гидрантах. Главный инженер водоканала заверил, что действовать методами местных властей, ранее отвечавших за колонки, его организация не будет. Там, где это окажется возможным, их починят, а не будут сносить и закапывать. Проблема водоснабжения стоит на контроле и у губернатора Ульяновской области. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова